Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И сегодня мы будем смотреть просто невероятные игры любителей Старкрафт 2 Игроков из Алмазной и Мастер Лиги, которые показали нечто совершенно несусветное Да, одна из игр как будто даже немного заспойлена на заставке Но, по крайней мере, там спойлер такой неполноценный Все еще непонятно, что там будет происходить до Что произойдет после, чем все закончится Да и вообще игра у нас сегодня не одна Надеюсь, что ролик успеет к тому моменту, когда он должен выйти А должен выйти он не далее, как в пятницу 4 ноября в 17.00 по Киеву Вот проверяйте, вышел или нет, те, кто обычно заходит и пишет Первый! Вот вы как раз можете понять, успели ли мы или нет Ну, потому что, как, наши люди сидят без света, без воды Кто-то без дома остался, но без Старкрафта я оставить любителей Старкрафта не могу И все это, естественно, под вопли всяких позорищ в наших комментариях Которые пишут что-то в стиле О, господи, опять этот хохол про свою войну Дайте мне уже нормально, спокойно пожить Ну да, ну да, так и живем Так и живем, господа В таком вот сюрреализме, я бы сказал Ну что, господа Старкрафтеры Давайте разбираться, что это за Роуч Уоррен И какие планы у нашего многоуважаемого зерга в левом нижнем углу Зовут его Гоуч Ну, я, наверное, могу прочитать этот никнейм примерно 10 разными способами Вот я выбрал способ Гоуч Можно? Можно? Нет? Блин, наверное, нельзя Вот вы скажете, что не, Алекс опять какую-то фигню прочитал Я понял Новая рубрика на нашем канале Рубрика Google Translate Заходим Вводим И... Гейдж 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 Ну ладно, хорошо, все Теперь предупрежден, значит вооружен Зерк Гейдж Появился в левом нижнем углу In the bottom left corner Ну ладно, не будем дальше продолжать Справа сверху у нас, ну тут я справлюсь Можно? Можно я сам? Или не доверяете? Нет, давайте я попробую сам Справа сверху появился Рагнар Теран, который собирается идти в гастов с гелионами с одной базы Угу Угу Ну тут довольно специфическое было начало В рамках которого Теран не дал Зергу поставить хату на натурале своей инженеркой И это, видимо, и спровоцировало Зерка на вот такую агрессивную реакцию Но, конечно, Зерк вряд ли даже подозревает о том, какой сюрприз для него готовит Теран Гасты и гелионы это очень серьезно Ну ладно, на гелионов, конечно, реведжерам плевать Но вот буквально два гаста Ох, ребят, какая это может быть заварушка Пока гост, допустим, один Но снайперский выстрел у него все равно будет Да, и вот так он примерно работает На второй пока нет маны Поэтому у реведжеров есть шанс немного тут побегать и пострелять И по гасту в том числе, кстати Тут выехали СВ Теран пытался закрыться в самый распоследний момент Сейчас появится еще один гост, а того пытается добить Гейдж Но не получилось пока Ну, окружили роучи СВ-шки Появился еще один гост Он может пока не терять свой снайперский выстрел Последний роуч тоже уничтожен И таким образом Теран отбился, потеряв всего-навсего трех СВ Еще пара гелионов с оплайм Ну, это такое дело Два роуча, три реведжера Это не так страшно Это слабенькие, в общем-то, потери для Терана С учетом того, что он действительно очень серьезное войско зерга остановил Что будет дальше? Ну, понятно, что у Терана нет второго командного центра Поэтому его план должен строиться на агрессии Какого рода агрессии? Да вот пошла армори, поэтому гасты с гелионами превратятся в гастов с хилбатами Ох, ничего себе Снайперский выстрел, зерк, видимо, подумал, что вот это хайграунд Такой достаточно надежный для того, чтобы спрятать овера Но оказался неправ, и поэтому морпех записывает себе уже второй фраг в этой игре До этого, значит, добил какого-то роуча или реведжера А сейчас вот как Еще дополнительно у него все получилось Но здесь зерк на самом-то деле играет очень четко и качественно Во-первых, он делает грейд на мувлингом, которому 100% рано или поздно понадобится против этих гастов Во-вторых, он не перехалявил, но все равно он как-то минимально раскрыл вторую базу Чтобы получить какое-то экономическое преимущество на терном В-третьих, у него есть три королевы, и это потенциально трансьюзы в самый важный момент Ну и, наконец, в четвертых дропе в последних он плетку поставил Которая ему однозначно поможет в противоатаке соперника Не, ну это, конечно, Рэмбо, вы видели, что он сделал? Мало того, что его радиация не берет, у него тут уже два скана влетело Так еще и он криптумор, значит, в соло забрал И все это для того, чтобы подготовить хорошую почву для наступления основного войска Которая, кстати, может и успеть забрать этот криптумор и действительно успевает Ну и там уже есть армори, напоминаем, поэтому эти семь гелионов превращаются в семь холбатов Мне нравится реакция от зерга, то есть реведжеры, роучи, линги, плетка, королевы Все это есть, все это готово отбиваться и как будто должно, но есть нюанс Он связан, понятное дело, с гастами-лингами Зерк пытался окружить, гастов не удалось и гасты разбрасываются снайперскими выстрелами налево и направо Но плетка вообще абсолютная МВП То есть во многом из-за этой плетки дальше он просто не получается сделать еще шаг вперед терну И отбивается зерк Отбивается, там реведжером он пытался добить гаста, который на 4 хп выжил На 4 хп удалось спасти гаста терну Но остальным зерк отбился, мне правда прям очень нравится все, что он делает Это, кстати, несмотря на то, что по АПМу тут вообще какое-то колоссальное преимущество терна Но АПМ, мы сами знаем, это не какой-то прямо универсальный скилометр, так сказать Поэтому все нормально Так, зерк собирается в контратаку Терна против этого есть парочка хелбатов Если их, кстати, сейчас удастся окружить и съесть Им никто не поможет, то это может быть очень серьезное преимущество зерга Но, вот, нормально Одному хелбату помогли И там, кстати, гасты сзади тоже хорошо поработали Теперь есть медивак с гастами Которым можно полететь вперед по рафу Ну, умирать дома это не по рафу Хотя ладно, я что вам рассказываю Умирать дома тоже может быть по рафу Все зависит от того, что вы в это время с соперником сделали Это ошибочка, два снайперских выстрела в одного реведжера Но в остальном, конечно, терн продолжает прям жестко гастами разваливать Гасты, кстати, вот, они на таком этапе игры требуют не так много контроля, как кажется Там просто прожал себе снайперские выстрелы, все Если соперник его сбил, очень жаль Попробую еще раз, если не сбил, ну, зашибись Так что... Гасты это, конечно, серьезные ребята Которые могут еще аверсиры этого не отпустить Терн пожадничал снайперский выстрел на аверсира, но и без того его добил Окей, зерк все понял Возвращается домой, продолжает строить армию Заказывает грейд на мувроу Чем добавил еще несколько дронов Опять же, к зерку тут вопросов никаких Кроме... Ну, такого, знаете, легкого замечания Дело в том, что... Если зерк знает, что такое рафкрафт То можно предположить, что будет после гастовы Тут именно такой вариант То есть, рагнар это прям... Раф только в алмазе Ну, как не доед, считайте Только... Только что прям на полном серьезе Пытается играть в рафовские стратегии А не делает вид, что он суперский изобретатель Тут просто... Просто копируем Копируем И смотрим, как оно будет в даймонде работать Ну, еще, наверное... Или надеемся, по крайней мере, рагнар там ничего не пишет Про деноцификацию и прочую фигню А то и на нем тоже придется поставить крест Так... Ну, пока мы видим, что рагнар отбивается от такой фигни, как зерклинги, правильно? Ну, так, пока с горем пополам Но скорее удалось отбиться, чем нет Здесь против гастов королевы роучи готовы воевать Ну, и как-то у рагнара пока поражение идет по обоим фронтам Хотя, опять же... Пошли прикольчики в стиле рафа Высадили гастов на лоу-граунде Забрали юнитов с хай-граунда Проблема в том, что дома отбиваться откровенно нечем Ну, что, прям реально... Размен в лучших традициях нашей топовой рубрики Можно комментировать так, как будто это раф против кэтса, да? И кэтс врывается группой роучей на мейн рафа Раф ставит инженерку для того, чтобы заблокировать роучей кэтса Но кэтс все равно прорывается на главную базу рафа А здесь прямо сейчас вылезет батлкрузер И, конечно, батлкрузер будет очень долго убивать этих роучей Именно поэтому он телепортируется сразу в контратаку Да, есть какое-то легкое дежавю, не находите? Так, ну здесь минус Гост Академия Допустим, дружище, тебе надо Старпорт убивать Вот, любой кэтс тебе подскажет, что да Да, именно этот Старпорт, в котором делается батл Именно его нужно убивать И, между прочим, получается Ну, а здесь что? Здесь споры ставятся И сюда, кстати, прилетел медивак с Гастами Так, ну это прямо уже все Полноценный размен Все как положено Прилетел сюда медивак с Гастами И начинает просто стрелять По спорам появилась Королева А-а А-а Королева единственное, что успела Это посадить там чуть-чуть урона в батлкрузера И на этом все Тут прибежали роучи Которые, конечно, смогут прогнать этих Гастов И защитить споры на время У зерка, если что, продолжается добыча И у зерка, на самом деле, есть деньги Вот только шпиль, конечно, очень долго строится И с учетом наличия на карте Гастов Я не уверен, что шпиль это оптимальный вариант Натуралу не жить Третья база, окей Допустим, еще поживет какое-то время Хотя я бы всерьез на нее не рассчитывала Вот на мэйне Можно попробовать поставить еще споры И так, чисто, знаете, роучами против Гастов Спорами против батла Просто сидеть и жить У Терана есть деньги И он заказал еще пушку Ямата И у него, кстати, деньги на еще одного батла есть И батла он тоже еще одного заказал Он вообще к добыче вернулся так-то У зерка, понятное дело, добыча никуда не девалась все это время И зерк в гидроден идет Да, ну а здесь зерк все-таки видит, что какая-то фигня происходит Сюда прибежали собаки Туда же бегут роучи Кстати, без F2 играет гейдж Обратите внимание Все четко Да, ну здесь много терн не подобывает Но на еще одного батла не соберет Но тут вопрос в том, вылетит ли этот батл Потому что если батлов будет два Мне кажется, это конечное для зерка Ну чем он двух батлов и четырех гастов установит Когда у него на карте одни только роучи Так И зерк первым делом не то делает, что должен А вот сейчас он прибежал таки к старпорту Начал атаковать старпорт Ох, ребят, это будет близко Ох, мне кажется, это будет близко Старпорт под ударом роучи Линги не помогают и вполне возможно зря Здесь должен появиться еще один батлкрузер Старпорт начинает гореть Осталось буквально пара секунд Буквально пара секунд Но не успевает вылететь батл И здесь пушка Ямато Еще не факт, что успеет доделаться Но ладно, но это секунды Это доли секунд Но терну не везет дважды А здесь еще что за дичь? Просто для терна какие-то Какие-то отвратительные были 10 секунд Два здания потерял Грейды не получил И трех гастов отдал И 10 лимита на 74, ребят Но выглядит как тотальная катастрофа Потому что одним батлом Все это забрать все-таки тяжеловато И Старпортова же нет То есть Несмотря на наличие денег Пока как-то не до конца понятно Хорошо, что с ними делать Деньги-то есть, но Что конкретно можно с ними делать Пока зерк, между прочим, продолжает добывать Если что, у него на мейне еще Где-то там 700 минералов имеется Даже под 800 Зерк не спешит Он хочет гидру нормально накопить И да, действительно Вот 7 гидролисков с дальностью Уже могут наступать на батла И в общем-то отправлять его на тот свет Еще спор добавляет зерк Зерк вообще никуда не спешит И все правильно То есть у соперника 0 добычи У нас много добычи Куда нам спешить? Нам спешить некуда Сидим, чилим Тем более мы сейчас не в газ Упираемся, а в минералы Так, зерк готовит атаку Там еще роучи немного потанковали Гидролиски делают подшаг Под батл крузера Батл одного гидролиска забрал И на красный хп уходит Тут гост развлекается с тараканчиками Прям развлекается вообще И новый Старпорт пошел Ну, да Рагнар прям пытается сделать вид, что он раф Гейдж не особо делает вид, что он кэтс Так по ощущениям Но тараканами бегает неплохо Ну да, дураков нет Факта тут, мне кажется, вряд ли будет производить Там идут ребята, которые быстро объяснят Красному батлу, что это так не работает И... У батла, кстати говоря, нет телепорта Поэтому сейчас гидра может подойти И очень сильно этому батлу навалять Хотя он интересно понимает Что сейчас еще гидра подойдет Ну, теперь он уже увидел гидру Поэтому он просто уходит Ой-ой-ой Это может быть минус-рабитальная станция Да, ее не спасти Все, батл улетает Здесь Пошел второй Старпорт Так Может, Фьюжн Корр все-таки стоило пораньше Если это план на еще одного батла Или что? Или это баньши будут? Ну, баньши против гидры Не в этой ситуации Гост опять развлекается Но у него просто запас маны такой Что развлекаться ему еще недолго Тут Рэйвен пошел Страсти накаляются, господа Терен дальше идет в Рэйвена Зергу достаточно просто найти всю эту фигню Окей, ладно, это уже не Рэйвен Это уже баньша Вот просто найти всю эту фигню И прийти сюда всей армией 16 на 74 лимита Ну-ка, может, что мы обсуждаем Где Гост этот? Чем он там занят? Гост вообще офигенно себя чувствует Я так посмотрю Дроны пошли воевать против Гастания Ну, это плохая идея, понятное дело Баттл на желтый ХП пытается защитить Старпорт Нет Нет, нет Баттла чинит из СВшки Окей Слушайте, на самом деле тут всего 5 гидр А Баттла чинит из СВ И посмотрите еще дополнительно Рагнар посадил из СВ в командный центр Они еще какое-то время поживут Баттл начинает перещелкивать гидролисков одного за другим Гидролиски реально умирают Командный центр улетает на красный ХП Баттл всех гидролисков перебил Лол, что? Здесь Гост, у которого 27 убийств И которого сейчас хилит медива Гост не может применить снайперский выстрел Понятное дело Потому что получает урон от королевы А сейчас применил Офигеть просто, что происходит Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Ребят, на карте Один гидролиск Один И он рядом с Гостом Это опасная тема Гидролиску одному делается грейд на скорость Я уже не уверен, что это такая уж хорошая инвестиция ресурсов Уже, видимо, не будет ничего отменять зерк Здесь Одну из СВ высадил террент Чтобы чуть-чуть починить СЦ Коррозив Байл И СЦ снова начинает гореть Баттл здесь воюет против реваджеров Ну, баттлом, конечно, надо уворачиваться от Коррозив Байлов Тут Гост продолжает что-то там убивать Ой-ой-ой Где ЦЦ? ЦЦ возвращается вниз Перехитрил соперника зерк Подошел гидролиск Опасная тема, ребят Один гидролиск на карте Ой-ой-ой Коррозив Байл, Коррозив Байл, Коррозив Байл Удалось увернуться в Баттлу 42 хп у Баттла осталось Гидролиск его еще пробил Тут просто... Вы понимаете, что один Коррозив Байл Это кто-то по конец Баттлу Видите, а что происходит? А здесь Гост все это время расстреливает Ой-ой-ой Спора забрала Медивак И здесь идут дроны И гидролиск в атаку Если Гост хотя бы заберет гидролиска Он уже выполнил свою миссию Что происходит? Гост умирает А Баттл А Баттл живет Но ему еще придется выдержать дуэль С одним гидролиском Так, стоп У Баттла было 84 хп Потом подошел гидролиск У Баттла осталось 42 Вы понимаете, что... Ну, типа, это должно быть под ноль То есть просто сейчас подходит гидролиск И это должен быть размен ровно под ноль Это еще если коррозив байлы там не зайдут Гидролиск или Баттл? Кто кого пошла дуэль? Гидролиск делает подшок Зря 6 хп 6 хп у Баттл Крузера Но еще есть коррозив байлы От одного реводжера есть коррозив байл Терна 6 хп держится! Оооо Просто жесть А здесь же продолжается лон-дистанс майнинг Еще один гидролиск появился Да это ж победа Терна В смысле победа Зерга Появился еще один гидролиск Но стоп Тут строится ССВ И можно будет еще Баттла починить С ума сойти Но только не попасться под коррозив байл И под гидролиска Только не попасться Только не попасться Можно же было сыграть до верного Но нет Нет-нет-нет Не будет сыграть Не будет играть до верного Терна А гидролиск рядом, ребят А тут 6 хп А гидролиск рядом Нет! Нет! Коррозив байл! Баттл! Баттл пытается улететь Ему нужна починка Ему просто нужна починка Он телепортировался Офигеть ты крейзи Если бы реводжер был здесь Но он телепортировался к ССВ Сюда подошли роучи Баттл оттеснил роучи Это ССВ ССВ вернулась Зачем тут СС чинит? Нет, чини Баттла Что за жесть? Роучи пытаются забрать Он снова под микрил Посадил ССВ В командный центр Гидра подошла Там 2 хп было Там было 2 хп Ребят, я говорю вам Вот давайте просто посмотрим Там Просто офигеть Смотрим Смотрим внимательно Смотрим внимательно Подошел гидролиск 11 хп 5 хп И 1 1 хп был У Баттла Это просто Невероятно Это просто 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 Невероятно Ну ребят Терн сейчас починит Баттла А здесь Лонг Дистанс Майнинг На 4 дронах Мне кажется Это конец А тут еще делается Либератор Да Зерк пытается Что-то придумать И перекапывает Споры Но Как добывать Со спорами Там Либератор И Викинг Еще делается Ну Что я вам хочу сказать Мне кажется Это будет Очень тяжело Выиграть Когда тут Уже пошла Добыча Нормальная А у Зерка Только теоретический Лонг Дистанс Майнинг Есть Баттл Крузер Забирает Гидроден Дроны Продолжают Таскать Сел Викинг Да У Зерка Нет инструментов Для Чуда Но Зерк Пошел В контратаку Гидролиском Ладно Хорошо Хорошо Допустим Он же убьет Командный центр Какая разница У Терна Вон еще есть здание И как бы У Терна Есть юниты Которые этого Гидролиска Убьют И у Зерка Осталось Ноль дронов Это Джи-Джи Господа Это Джи-Джи И мы Поздравляем Рагнара Ты Все Даже Если Проиграю Что Не Братан Ты Не Проиграешь Ребят Мы Все Но Не С этим Роликом А С этой Прекрасной Игрой Согласитесь Она Была Действительно Хороша Да Ребят Самое Забавное В этой Игре Что Как видите И я И наш Редактор Блэксмит Респект ему Кстати За этот Реплей Проворонили И то что Баттл Не на 6 ХП Был А реально На одном Без шуток Там можно было Найти И заскринить Момент Когда баттл Выжил На Одном ХП Но видите Мы оба Не справились С этой Задачей Ну все Надо будет Значит Какое-то Название Придумать Такое Которое Отразит То что Вот В одной Игре Был баттл Сначала На 6 ХП А потом На 1 ХП Вот Кстати Я не знаю Вы В курсе Или нет Я это Когда-то Рассказывал Нет По-моему Я спонсорам Рассказывал В эксклюзивных Наших Видео И кстати Если вам Нравится То что Вы видите На канале Там еще Есть куча Крутого Спонсорского Контента Поэтому Подписывайтесь Становитесь Спонсором Вот Особенно Там для Зрителей Рафкрафта Там для Секретных Агентов Вообще Просто Толпа Контента Вот Зрители Рафкрафта Это самый Высокий Уровень Подписки И там По 3 Видоса Ежемесячно То есть Там уже Нормальная Коллекция Накопилась За Более чем Полгода Которые Действуют У нас Спонсорские Подписки Ну да ладно К чему Это К тому Что Если вам Нравится Не забывайте Ролик Поддерживать Лайки Комментарии Подписка На канал И спонсорство А я это Рассказывал Потому что До этого Спонсорам Я кажется Рассказывал О том Как происходит Продюсирование Видео Ну и Как правило Когда я Озвучу ролики Я еще не знаю Название ролика То есть Я знаю Естественно Там Примерно Что там Должно быть Глобально Потому что Я все таки Мельком Реплеи Хотя бы до какого-то Момента Досматриваю Чтобы понять Что Типа игра Норм И достойно Там С каким-то Суперярким Моментом Около Клибейтового Названия Все таки Будет Уже После того Как Само видео Будет записано Я буду понимать Какое название Подходит Так вот Сейчас как раз Видите Мы прям в режиме Онлайн Поняли Что Надо бы Какое-то Название Которое Отразит То что Баттл Был Не только На 6 ХП А и На одном Может быть Даже Ладно Заставку Уже Не будем Нет времени Нет времени Заставка Еще возиться Было бы Время Я бы Перемонтировал И заставку Б другую Сделал Но тут Мы Прям С пылу Жару Пока Есть свет Пока Террористы С соседней Страны Не жахнули Еще раз Куда-нибудь Или пока Просто Не отрубилось По Расписанию В котором Мы нынче Вынуждены Жить Делаем Ролик Как Получится Тяп-ляпы В продакшн Или как Там Как там Это У Айтишников Обычно Ну вы поняли Так Билд У Терра Мухаза Не знаю Правильно Я читаю Его никнейм Конечно Потрясающий Просто Потрясающий Он На полном Серьезе Сжахнул Три прокси Барака С реакторами Ребят Никогда Вот Никогда Не ставьте Реакторы Для такого Рода Билдов Ну они Почти Никогда Не окупаются Реально Вообще Лучше Газ не ставить А просто Вот Поставил Кучу Бараков И строишь Мариков С них Обычно Четырех Бараков Хватает Но здесь Конечно Очень серьезный Профессиональный Билд От Терра От Протаса Тоже серьезный Профессиональный Билд Вот В моем Стиле В ПВТ Разведка Не нужна Если у тебя Офигенно Оптимизированный Билд И ты Там Постоянно Бустишь Нексусы Да У тебя Идеальные Тайминги Вот это Мой Подход Сас Это прям Это прям Респект ему Вспомнилось Как в свое время Любимый мой Корейский Протос Его был Никнейм Трикстер И он Закончил Карьеру Наверное Еще где-то В 2011 Году А любимый Протос Он был Где-то В 2010 Ну и Пока Играл В 2011 У него Был Никнейм СКС Почему-то Один из Он сначала Был Тестер Под таким Никнеймом Играл В первом Старкрафте Потом Трикстер И потом СКС Видел я Это САС И мне Почему-то Не СОС Вспомнился Который Чемпион Мира На секундочку Двукратный А именно САС Так Ну а В смысле Именно СКС Мы поняли Так А САС До сих пор Не понимаю САС Чисто Пошел Гулять Сталкерами Бустит Чардж Дальше Будет У него Быстрый Чардж Зил Это не Билд Топовый Вопросов Нет Но Мне реально Нравится Сетап Терна Посмотрите У Терна Саплай По всей Карте По всей Карте Реально У Чела Саплай И Нормальное Войско Он такое Накопил А тут Просто Два Марика Такие Кэжуал Знаете Просто Постреляли Ничего Не получилось Зато Какая Толпа Идет 36 Морпехов Ну Что Я вам Должен Сказать У меня Есть Ощущение Что Чардж Не Поможет И Прокси База Еще Слушайте Ну Терн Просто Надмозг Он Просто Посмотрите На Мини Карту Это Называется Мы Играем В Размен Поняли Вообще Страту Он Без Шуток Он Сознательно По всей Карте Разбросал Здание Потому Что Вот Его План Это Играть В Размен Тут Есть Сентри Который Немного Этот План Корректирует Но Очевидно Рано Или Поздно Терн Мне кажется Должен Будет Прогрызться Тут Терн Просто Продолжает Добывать Как Можно Больше Ресурсов У Протаса Как Не Всегда Получается Одним Фрасс Рампу Закрывать Поэтому Неудивительно Что Марьки В итоге Просачиваются И У Протаса Начинаются Очень Большие Проблемы Профессиональный Разменщик Ребят Вот Мухас Это Профессиональный Разменщик Абсолютно Самый Профессиональный Разменщик Которого Я Когда-либо Видел Я бы Даже Сказал Меняла Меняла Можно Еще Сейчас Взять И В 7 Свиньи Через Атаку Поехать А на Прокси Базу Так Нагло Еще На Прокси Базе Инженерка И Потом Планетарная Крепость Ха Нормальный План Я придумал Так Ну То Свои Последние Газы Потратил На Варп Сталкеров Терн По-моему Не в курсе Что он Может Продолжать Строить Унит У него Всего Лишь 1170 Минералов Ну И да Он Может Продолжать Мариками Тут Все убивать Это тоже Вариант Это норм Вариант Потому Что Как раз В условиях Закрытого Пространства Сталкерами Не расконтролить Для того Чтобы Сталкерами Расконтролить Такое Количество Мариков Ну Нужно Прям По всей Карте Кайтить У Продца Кстати Одна Пробка Осталась Бедняга Пилон Поставила Продца Так Думает Так Так Ты Убил Орбитальную Станцию Сейчас Расположение Строя Не раскрыто И Все Террен Реально Профи Ну Че Ребят Какие Какие Перспективы У Продца Давайте Разбираться С учетом Того Что Террен Вспомнил Что У него Есть Минералы Он Снова Начал Строить Юнитов Продос Нашел Командный Центр Здесь Он Заказывает Еще Одну Пробку Чтобы Немного Подобывать Денег Я Не Уверен Насчет Того Купится Ли Это Проверяйте Все Будет Хорошо Так Это Минус Нексус Пробка Действительно Не Купилась Сейчас Ее Добьет Террен У Терна 23 Морпеха А там 5 Сталкеров Вообще Звучит Оптимистично Но Есть Одно Но Террен Может Тупо Встать На Хайграунде И даже Бункер Поставить Прикиньте У него 300 Минералов Еще Есть Он Может Просто Поставить Тут Бункер Тихонько Просто Уйду Подошли Еще Сталкеры Марпехи Бесстрашно Они Всех Расстреливают Им По барабану С кем Воевать Эти Марьки Пока Отдыхают Так Но Проблема В том Что Как мне Кажется Стоп А где Севетерна А Слушайте А Терн Не может Поставить Бункер Вот Это Реально Проблема Если Прям Без Шуток Ого Слушайте Ну Пятью Сталкерами 16 мариков Можно попробовать И раскатить Так-то Если подумать Есть Одно Но Подождите А сколько У протаса зданий Ага У протаса Вот здание На мэне Один пилон Еще есть Так Дело в том Что сейчас Тос Вижен Потеряет Вот после Того Как Тос Забирает Этот гейт Он потеряет Вижен То есть Марики Будут стоять На рампе И расстреливать Поднимающихся Сталкеров Ну Да не Ладно Тут Что-то И даже С учетом Наличие Вижены Как-то Не очень Получается Так Стоп Это реально Проблема Подождите 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 Ммм Ну у терна Есть С Но это Пока Не гарантия Ничьи Потому что У протаса Есть пробка И протас Может поставить Нексус Поэтому Протас Теория Еще может Победить В теории На практике Это сделать Очень сложно Ну да Терна Все грамотно Делает Одного Марика Отправил Убить Ассимилятор Остальные Встречают Сталкеров И У саса Осталось Трибитых Сталкера На кучу Мариков Ну выглядит Как победа Терна Ребят Окей Это минус Ассимилятор Протас Даже не знает Где у соперника Все здания Понимаете Ой-ой-ой А Терна Не просто знает Он сюда Идет Это Последний Пилон Ну да Да Давайте Не будем Нагнетать У протаса Типа Есть возможность Еще Что-то Поставить И в виде Этого Чего-то Протас Ставит Нексус Сталкеры Побежали Сюда Терна Все грамотно Сделал Он убедился Что сталкеры Были здесь Потратил Деньги Построил Марпехов Пришел Забрал Пилон Естественно Он понимает Что происходит Ой-ой-ой Отменять Нексус Уже Нельзя Ребят Отменять Нексус Нельзя Потому что Ну как бы Зданий Больше нет И если Нексус Будет Отменен То это Поражение А марики Уже Забрали Все щиты И дальше Начинает Забирать ХП Там уже Красный ХП 200 ХП Осталось Подходят Сталкеры Марики Могут просто Фокусить Нексус Ой-ой-ой Слушайте Ну непонятно Добивают Они или нет И Терна Тоже непонятно Поэтому Начинает Драться Со сталкерами Передумал Снова Фокусить Нексус Ну там Не похоже Не-не-не-не-не Вот Похоже Что марики Такие Не могли Здесь добить Нексус Стратегия Добить Нексус Не увенчалась Это последние Деньги Терна 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 Начинает Сражение Ой-ой-ой 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 Тут кстати Последняя Пробка Еще Ну ладно На пробку Уже Или нет Не плевать Подождите Стоп 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 А тут 50 минералов Ровно Осталось И что Кто Кого тут Убьет Марики Добивают Сталкера Остался Один Сталкер Есть 50 Минералов То есть Протас Может Заказать Пробку А если Протас Может Заказать Пробку То он Может Победить И он Заказал Пробку А Теран А у него Одна Севи Где Севи Севи Здесь Севи Пошла На добычу Оуч И что Это Бараки Улетели И если Теран Добудет Еще Деньги То у него Сразу Будет Продакшн Тос Прежде чем Начнет Что-то Строить Пройдет Просто Миллион Веков Теран Достаточно Условно Еще Трех Мариков Построить И они Этого Сталкера Убьют У Сталкера 20 убийств Кстати Но Сталкер Сразу Безошибочно Приходит Куда Надо А тут Откуда Один Марик Еще Что За Фигня Но Этот Марик Не Убьет Сталкера Никак Даже Если Бо ему Помогла Севи Тут Без Все Теран Больше Не Сможет Добыть Боже Что Я Посмотрел Теран Больше Ничего Не Сможет Добыть А Протас Добывает И Теран Это Видит Своим Сапплаем Ребят Это ГГ Потому Что У Терна Просто Остался Цц И Протас Выбьет Этот Цц Сас Выиграл Эту Игру Боже Мой Это Было Нечто Просто Невероятное Мне Кажется Что у Терна Был миллион Возможностей Победить Но На самом Деле Ну Это Даже Как-то Очень Забавно Что Мухас Который Шел В стратегию На Элиминейт Который Разбросал Здание По всей Карте В итоге Как раз Вразмен Базами И Проиграл Здание Выжили А толку Никакого Потому Что Ноль Лимита Вот Такая Вот Игруля Из Даймонда Итак Друзья Третья Чуть Решающая между кем и кем Надо понять У нас значит Были Теран и Зерк Там победил Теран С батлом на одним хп У нас были Теран и Протос Там победил Протос Ну получается У Теранов и Протосов По одной победе Что ж Действительно решающая игра В нашем Условном Бо3 Но тут уже Серьезные ребята Из мастер лиги Тут уже Уровень Wanna be Улас Справа Сверху И Не Сезар Слева внизу Не Сезар Значит Прилетел своим Не рипером На Натурал Не Протоса Ну ладно На натурал Протоса На самом деле И устраивает Тут неприятности Для Протоса Потому что Бункер спрятал Видите Какой хитрый Он еще такой Сивишкой Проезжал Специально Чтобы строящийся Пилон Не болел Проезд Сивишки Ну Для того Чтобы Такой фигни Не было Надо Прям Вот Вторую пробку Которую Пилон Ставит Продолжать Ее Короче Кататься Ничего себе Не Сезар Контролит На своих 235 АПМ Но там Еще Протос Под 300 Кликает Короче Тут Тут собрались Серьезные Кликеры Пробки На лон Дистанс Майнинге На натурале Ну Прекрасное Начало Для терна Получилось Протос Видите Еще Сколько Ресурсов То есть Он Ничего Кроме Пробок Не заказывает Он Молодец На самом деле Что Пробок Заказывает За всем Этим Беспределом Но в остальном Билд Сбит То есть Терна Билд Как будто Вы там Идет Более Менее По плану Он Еще И 75 Минералов Напоследок Вернул За то Что Продал Бункер Ну Ёлки Пау Ну Не имба Эти терны Не Не имба Не имба Даже Не сомневайтесь Пробки Возвращаются На добычу И здесь Готовится Дропмин Так Ну И Второй Третий Барак Дальше Пойдут В общем Да Тут Серьезные Ребята Играют В серьезный Профессиональный Старкрафт С серьезными Профессиональными Билдами И стратегиями Быстрый Робо-бэй И форжа От Ванаби Улас Ну С юнитами Пока так себе Имортал Сталкер Адепт Сентри По одному Значит Экземпляру Каждого юнита Каждой боевой Единицы Как будто Знаете Такое Сравнение Экспериментальных Образцов Для того Чтобы понять Превратить В опытный Образец И поставить В массовое Производство Так Одну Минку Нормально Взорвал Здесь У минки Одно убийство Еще одна Минка Просто была Деактивирована До того Как Вообще Хоть что-то Могла сделать Ничего себе Вот такого Я не видел На любительском уровне Быстрый Дезраптор Вместо Колосса Как вам Такое Господа Ставка На то Что соперник Видимо С большим Трудом Будет Сплитить Такая ставка Работает Даже на уровне Около 5500 ММР Если вы попадетесь На секретного Агента То там тоже Тоже нормально А вот знаете Что под баркодом Играю Потому что Я Блин Не хочу Чтобы Каждый Чел Который Значит Видит Никнейм Алексей Говорил А Это значит Против него Надо Дезрапторов Строить Нет Блин Либо Строите Дезрапторов Против каждого Баркода И страдайте Против этих Потных Челиков Которые На моем ММР Играют И нормально Сплитится Либо Не стройте Вообще Блин Куда он Вообще Поехал Довольно Завораживающая Штука В середине Дезраптора Вы никогда Не присматривались Посмотрите Что там за Жесть Там целая Планета Какая-то Внутри Дезраптора Никогда Не обращали Внимания Вот первый раз Вижу Особенно Если у вас 4К Мониторчик Да Так На весь экран На максимальном Качестве На 50 дюймовой Какой-нибудь Панели Это там Можно нормально Рассмотреть Так он На полном Серьезе Пришел Дезраптором И стреляет Офигеть Вот это Блин Да К вашим Услугам Топовый Киберспортивный Комментатор Вот это Блин Да Вот это Я Блин Даже Не знаю Как Вот Еще Вот Можно Сказать Ну Ого Вау Класс Супер Классный Юнит Кстати Он продолжает У него Пока не появился Второй колосс Один Иммортал Один Колосс Один Адепт Один Сталкер Один Дезраптор Одно Сентри Класс Блин Ну это Лучший Билд Честно говоря Который Вообще Когда-либо Видел Атоса Просто Построить Одного Дезраптора Прийти В лоб К терану И Нахрен Снести Ему Одиннадцать Юнитов Ну что Плохой Билд Скажете Идеальный Другое Дело Что Несезер Тут тоже Теперь Включил Несезеровый Такой Мультитаск Прям очень Серьезный Мультитаск Дропнул Раз Дропнул Два Вернулся Дропом Раз Протас Конечно Тоже Шарит Приходится Делить армию На две части Каждый раз Когда это Происходит У Протаса Там все Внутри Скрипит Но Тем не менее Блин Только хотел Похвалить Терна Что он Не Вдвачит Потому что У него Медивак Висел В правом В верхнем Углу Все это Время И тут Он Что кучей Юнитов Отдалась Но Оно Того Стоило Потому что Армия Большая 130 лимита Надо Ее В атаку Уйти Действительно Этой армией Мне кажется Если бы раньше Вколол Стимпак Терна То может И колосса Безобрал Тут все Это добро На третью базу Сейчас приходит Стимпак Четы Конкасс И плюс Один Все у Терна Есть Лимит Огромный В два раза Больше Боевого лимита Терна Чему Тоса Расшатана Конечно Не с Эзером У него Кстати все те же 223 АП Первым делом Он в этом сражении Дизраптора Забрал Правильно Оно того стоит Вопросов нет Архон Кстати хорошо Урона впитал Хоть это иллюзия Но впитало Порядочно Тут продолжаются Дропы У Протаса Прям очень Неприятная ситуация Из-за этого Блин А Протас не хочет Еще одного Дизраптора Построить Мне так понравилось Протас хочет Добавить кучу гейтов Потратить деньги На варп Чардж зилотов В ф2 чнуть И пойти в атаку Я уверен Протас хочет Именно этого Потому что Ну а что тут Блин еще делать Когда соперник Уже задолбался Своими дропами Постоянными Прям невозможно Вообще ничего с ним сделать И блинка Еще нет Как назло Именно чардж Был первым апгрейдом Не осуждаю Чардж первым апгрейдом Ребят Никогда не ошибка Разве что Вы САС Против вас Пушат Тремя прокси Бараками На реакторах И вы это Не разведали Тогда Могут быть Нюансы Да Там блинк Пожалуй Был бы Поприятнее Немного Но все равно Ж победил Правильно Идет Идет Новая группа Юнитов От Нисезера Который Только занял Третью базу Это важный танк Он охраняет Непонятно От чего На самом деле Потому что Даже если прилетит Варпризма И на варп Идзил Это в танк Не поможет Еще кстати С пристройками Интересно То есть Было 4 Техлабы На 5 бараках И добавились Еще 6 и 7 барак И там еще Две этих лабы То есть Тут прям Масса мародеры Должны быть И не Сезера Мало мариков Куча мародеров Ну окей Посмотрим Как это сработает Протаса Продолжают Шатать Протас продолжает Шататься Но держаться Тут уже 4 колосса И кстати Ну терн так Я бы сказал Несколько Нагловато Против колоссов Действует Ну что Там 4 колосса С дальностью С хорошими Грейдами А ты С одним Викингом Хотел сказать Без единого Но нет Один Викинг имеется Строго Один Толку от него Как вы понимаете С гулькин нос Терна уже Четвертый Командный Центр Да У терна Очень хороший Лимит И все устраивает В происходящем На карте Там кстати Блинг таки пошел Ну и Очередной Дроп Причем Не один Слушайте Ну не Сезер Прям Очень Сторого Харасит Прям реально Не детский Темп Много Дропов Кстати А вот и Дизраптор Еще один Появился Теран Вообще Посмотрите Он на полном Серьезе Четырьмя Группами Юнитов Работает Раз Два Три И армия Он еще Стимпак Вколола Нифига Себе Мару Ты Че-то Забыл На 4400 Европы Блин Ну это Очень Жестко И не знаю То есть У меня На тосе Кругом Голова Идет Примерно Всегда Когда Нужно Делать Что-то Больше Чем Нажать И в Два Клик Но Тут Я прям Вообще Не представляю Это Реально Поверьте Это Раздражает Я знаю Среди наших Зрителей Не такой Высокий Процент Активных Игроков Поэтому Возможно Вы не до Конца Представляете Что Все Это Значит Но Это Реально Раздражает Это Очень Плохой Рекол Это Ошибочный Рекол Потому Что В итоге Тут Мародеры Сталкеров Перестреляли По большей части Правда Есть Блинк Ну Да На На Пару Сталкеров Был бы И Медиуаки Улетели Короче Да Это Поверьте Это Бесит Прям Необычайно Сильно Посмотрите 39 пробок Осталось 62 рабочих Терна Удалось Забрать Просто Уже Такое Ощущение Что Паттерна Угадывает Типа Так Сейчас Медиуаки Полетят Конкретно Вот Сюда И На Этот Раз Были Очень Сочные Блинки Сталкеров Даже Дизраптор Этот Выжил На Одном ХП Ну И Такое Ощущение Что Немного Захлебнулись Дропы Терна Кстати Во многом Это Из-за Грейдов Тут Сейчас 2-2 И Будет 3-2 У Терна Будут 2-1 Только Ой-ой-ой Здесь Терновское Войско На самом-то Деле Попалось Да Сейчас Удастся Фокуснуть Дизраптора Но Дальше Даже Это Войско Не разобрать С Тремя Колоссами Это Далеко Не Вся Протасовская Армия Ух ты Тут Конечно Хотела Сказать Еще Один Дроп Нет Тут Тупо Три Викинга Прилетели Чисто Погулять Толку От них Будет Немного На самом Деле Слушайте У Протаса Сейчас Реальные Шансы Прям Сочным Мощным Ф2 Кликом Выиграть Это Будет Такая Показательная Игра Прикиньте Реально Терен Так Потел По Четырем Направлениям Дропал Атос Приколился Непонятно Как Отбивался Еле-еле Зато Дезраптором Как Выстрелил Снова Где Там Этот Супергерой Вот Семь Фрагов Причем Там Большая Часть Это Мародеры Были Так что Там Минимум Десятка Лимита Улетела Тут Конечно Плюс Два Апгрейда Три Два На Два Один Но Да Это Прям Знаете Игра Которая Ну Подгорает Обычная Пятая Точка Прям Очень Сильная Прикиньте Террен Сейчас Проиграет Ну Типа Че 138 Лимита На 90 Теперь Внезапно Все Уже Не так Весело Протс Может Вернуться Домой И отбиться Рекол Сейчас Откатится Можно Просто Рекол Возвращать Эту армию Но Скорее Все Протс Уже Не заметил Что Рекол Откатился Сезар Оператор Правильно Хотя Тут Смотря Чьи Террены Вроде 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 Мы Больше За Рейдера Врейнера Играем Да Поэтому Некая Республика Блин Снова Рекол Вообще Какой-то Непонятный Но Террен Испугался Что Реколится Вся Армия Тут Вообще Ничего Не Рекол Считайте Это Очень Плохой Рекол Был Зато Снова Очень Хороший Выстрел Дизраптора И снова Очень Хорошие Иллюзии Протас Так Знаете Очень Вдумчиво Играет Так Прямо Иллюзии Делаем Дизрапторами И стреляем Когда Надо Очень Красивый Такой Стиль Да Тело В левый Верхний Угол Кого Туда Перевести Либо Четырех Мародеров Либо Восемь Иси Как Это Может Быть Честно Спрашивает Террен Ну Как Как Вот так Так И живем Братан Да Вольт Реально Вы представляете Вообще Как у Терна Сейчас Задница Сгорела Да 110 На 26 А Где сталкеры Лол А Сталкеры Пф2 Ченьки Сюда Пришли Понятно А Рикола Кстати Говоря Нет Мм 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 А Рикола Нет А Денежек На Нексус Тоже Нет Получается О О О О А Ничья Ли У нас Подъехала Ребят Денег Новый Нексус Нет И Рикол Не успеет Откатиться И Юниты Не успевают Вернуться И Достряет Все Нексусы Там Та Та Там 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 Та Там Там Как это Может быть Честно Сейчас должен Спросить Протос Та Та Ну и Что Получается Получается То что Орбитальная Станция Улетела В угол Какая Досада Нет Центр Ее Уже Не Пробьют Ну Все Получается 103 Лимита На 22 Но Протос Уже Не Победил Потому Что У него Нет Нексуса Как Это Может Быть Честно Непонятно Да Опа Опа На Опа Ча Это Ничья Объявляет Нам Не Сезар Да Братан Мы Тоже Так Думали Но Есть Один Нюанс У Протоса Есть Деньги На Старгейт И На Одного Феникса Так 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 Стоп 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 Терану нельзя сдаваться Во-первых Феникса Можно попробовать Потом как-то поймать Фукуснуть Хотя Ладно Блин Это фигня Какая-то Во-вторых Можно Можно Забирать Пилоны И отправлять Тоса в Саплай блок Ну Куда Ты Улетел Братан Протас Просто Охраняет Свой Пилон Ну Куда Куда Ты Улетел Куда Ты Улетел Пилоны 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 Срочно Убивай Ну Ты Чего Чел Не Цезарь Ну Ты Вообще Не Цезарь Ну Что Ты Делаешь Ёлки Палки Протас Куда Пошел Вообще Непонятно Куда Да ладно Протас Не успел Заказать Феникса Здесь Высадились Юнит Это Закажи Феникса Закажи Феникса Он Не Заказывает Феникса Он Сейчас Пилоны Потеряет А Больше Денег Нет Вот Он Сейчас Заказывает Феникса Но У него Уже Саплай Блок Глубочайший А А Тут Викинг Он Не Цезарь Куда Боже Мой Боже Мой Что Тут Произошло У Терана Был Викинг Викинг Один В один Убил Бо Феникса Или Не Убил Бо Потому Что Тут Шилд Беттери Которую Можно Запитать Призмой И Отхилить Феникса А Викинга Никак Не Отхилить Поэтому Наверное Все Равно Типа То Что Теран Потерял Викинга Это Не Решает Стоп Но у Протаса Теперь Глубочайший Саплай Блок У него Есть Два Пилона На Карте No Way It's Building Говорит Нам Теран У которого Остался Один Медивак А Почему Двен Ага Потому Что Есть Еще Один Викинг Вот Почему Двенадцать Лимита Протас Начинает Убивать Своих Юнитов Чтобы Построить Феникса Так Подождите А если Тост Себе Куда Боже Что Ты Делаешь Подождите Допустим Протас Убьет Всех Юнитов Чтобы Построить Феникса У него Тогда Должно Остаться Семь Сталкеров Против Викинга И четырех Мародеров Под Медиваком Что Ты Сделал Вообще Ё-моё Ребят Мне Кажется Это Была Ничья Смотрите Вот Вы Понимаете Логику У Тоса Шестнадцать Максимального Лимита Он Должен Построить Феникса Правильно Давайте Я на всякий случай Напомню Сам себе Но Феникс Вроде Два Лимита Занимает Правильно Феникс Два Лимита То Есть У него Бы осталось Семь Сталкеров Ну Правильно Скорее Всего Он бы Сталкеров Оставил Ну Может Одного Архона То есть Семь Сталкеров Или пять Сталкеров Архон Против Мародера Четырех Медиваковой Викинга Типа Ты здесь Поставил Там Трех Сталкеров Здесь Двух Сталкеров Архона Еще Есть Викинг Ну Мне Кажется Если Террен Не дергается Висит Медиваком И Дожидается То есть Террен же Он тоже Он видит все Здания Он может Посчитать Лимит Он может Понять Что там Максимум 16 Лимита Мне Кажется Это Ничья Но Если Вы Не согласны Обязательно Пишите Вашу Аналитику В комментариях Потому что Сегодня У нас Просто Необычайное Видео В котором Реально Можно Сидеть И разбирать Каждую игру По косточкам Надеюсь Вам понравилось Для вас Работал Алекс 007 Спасибо Большое Нашим Игрокам Которые Поделились Этими Реплеями До новых Встреч Всем пока И удачи Услышимся